Всем огромный привет! Сегодня мы готовим антрикот с виной. Я взяла два антрикота, они примерно одинаковые по граммовке. Я их буду готовить очень просто. Я взяла два антрикота, рассказываю последовательность. Вымала их, высушила. Бумажных полотенец у меня нет. Я высушила обычным вафельным полотенцем. Перед тем, как их посолить, поперчить, мне нужно немного их отбить. Один готов. Подсаливаем. По вкусу подсаливайте. Как вам нравится. И еще мне нужно будет смазать их немного оливковым маслом. Неполную ложечку взяла. Со второй стороной проделываем то же самое. Как это все будет вкусно! У меня же слюнки бегут. Теперь я их оставляю минут на 30 и потом буду обжаривать. На гарнир к мясу у нас будет отварная морковь. И сейчас пришло время обжарки. Взбрызгиваем сковородку маслом. Кладем сюда зубчик чесночка. Нагреваем сковороду на самый большой огонь. И обжариваем. Юра хочет вам передать запах, какой здесь стоит. Но вы же знаете, как обжаривается чеснок в масле. Это же такой аромат! Я вам говорила, что у нас на гарнир будет отварная морковь. Гарнир готовьте по вашему желанию. Вы можете картофель отварить, можете лист, что угодно. Переворачиваем. А я дру морковь для гарнира вареную. Я с каждой стороны минуты по 4-5 обжарила на сильном огне. Только что убавила огонек. Смотрите, тут кровь. Это у меня с кровью, антрикот с кровью. Сейчас переверну и еще буду обжаривать минут 10. Кто любит кровью, его нужно кусать. Гарнир готов. Не солила, не перчила. Антрикоты готовы на косточке. И можно приступать к ужину. Так мы садимся ужинать. Как это все красиво и как это все вкусно. Подрезала огурчиков. Достала имбирь. Мы покупали в светофоре. Субтитры сделал DimaTorzok